Что такое корпоративная социальная ответственность? Это не корпоративная социальная ответственность, это маркетинг успешный, пиар успешный, это не про социум. И мне кажется странным, действительно честно, если говорить, рассказывать о достижениях компаний в плане их бизнесовой работы, бизнесовой части. Когда мы находимся на конференции о корпоративной социальной ответственности и живем и работаем в Российской Федерации. Мы не в Швейцарии с вами все. И вот я не с утра пришла, я первый доклад, который слушала у Татьяны Задирак в предыдущей сессии. И Татьяна там сказала, что в России на сегодняшний день корпоративная социальная ответственность приравнивается к благотворительности. Это не хорошо и не плохо, это норма, это то, как это сейчас есть. Это не хорошо и не плохо, это норма, это правда так. Но вообще-то есть ответ на вопрос, почему это так. Потому что в том обществе, в котором здесь я знаю, естественно, лучше ту сферу, в которой работаю я, и работает благотворительный фонд помощи хосписов Вера. Общество, в котором умирающий человек не может получить обезболивание и вынужден публично застрелиться, чтобы привлечь внимание к этой проблеме. Общество, в котором нет ни одного детского хосписа и умирающие дети, вычеркнутые вообще из системы медицины, чтобы никому больно не было, чтобы никто там не расстраивался, а как они умирают, это уже никого не волнует. Общество, в котором в Москве в 21 веке, в одном из самых богатых городов мира, на улице зимой, от холода может замерзнуть и умереть бомж. Вот в этом обществе корпоративная социальная ответственность на сегодняшний день должна равняться благотворительности. Когда мы с вами преодолеем вот эту пропасть, мы с вами вместе бизнесы и некоммерческие организации. Тогда мы сможем говорить о том, из чего производится бутылка, тогда мы с вами сможем говорить о том... Надо говорить себе стоп иногда. Что касается последнего доклада, это было, на мой взгляд, ближе к корпоративной социальной ответственности, хотя, опять же, в стране многоконфессиональной, в стране, где в некоторых нам с вами известных городах регулярно происходит убийство людей с иным цветом кожи, в нашей с вами сегодняшней стране, корпоративно, социально ответственно было бы продвигать семейные ценности вне зависимости от религиозной принадлежности. Потому что я не знаю религий, которая не ценила бы семью, не ценила бы брак и не ценила бы детей. Таких вроде нет. Это и для православия, и не только для него свойственно. Но мне кажется важным, чтобы вот этот вот постулат, что сегодня корпоративная ответственность – это благотворительность, чтобы это вы услышали не как, ну, недостаток, что мы какие-то недоразвитые, а это тот шаг, тот этап, это тот нормальный биологический рост, который нам нужно пройти для того, чтобы потом выйти на следующий этап. Ну, без этого не получится просто. На мой взгляд, социальная ответственность компании сегодня состоит из трех компонентов. Это забота о своем собственном персонале, и по большому счету сегодня у нас о гражданах в стране, ну, государство не очень заботится, и действительно должны заботиться работодатели. Это благотворительность, и благотворительность – это должна быть очень осознанной, и она должна ориентироваться именно на социум, на то, что происходит, тогда она социально ответственная. И это волонтерство, которое, в общем, сочетает в себе и то, и другое, и развитие тоже. Вот, возвращаясь к теме, сейчас пойму, куда жать. Два слова о фонде, кто-то знает, кто-то не знает. С 2006 года мы существуем. Удивительное количество ярчайших, интереснейших людей нас поддерживают. И на самом деле важно и интересно, если вы посмотрите на подписи, фотографии, вы увидите, что большая часть – это люди, так или иначе, связанные с культурой. И это знаково, потому что хосписы и достойное отношение к неизлечимо больным людям, достойное отношение к умирающим людям, независимо от их возраста, это то, что люди тонкой душевной организации, писатели, поэты, актеры, они это очень чувствуют. Они, даже, может быть, кто-то из них, ни разу не побывав в хосписе, прекрасно понимает, что такое раненое человеческое достоинство на этом этапе жизни. И именно люди творческие большей частью поддерживают этот фонд, но в последние несколько лет стали присоединяться бизнесы. Социально-ответственная, корпоративная социальная ответственность – это ведь не только про бизнес, это и про благотворительный фонд тоже. Благотворительный фонд может заниматься поиском денег и потом распределением потраченных средств просто для того, чтобы затыкать дыру. На самом деле это то, как начинает практически любой фонд, инициативная какая-то группа людей находит, замечает, оказывается погружена в ту или иную проблему, бездомные собаки, бездомные люди, больные дети, нехватка препаратов в клиниках. Начинается с этого, затыкается деньгами дыра. Это то, что я наверху обозначила словом «адресная помощь». В случае с нашим фондом это действительно были покупки расходных материалов. Но очень скоро становится понятно, что если ты хочешь менять что-то в своем направлении, будь то опять же, я повторяю все время, сейчас неважно, говорю я про фонд или про бизнес и коммерческую компанию, нужно анализировать и не выкидывать деньги в черную дыру. Бесконечная покупка игрушек в детский дом это выкидывание денег в черную дыру. Это корпоративная безответственность. И я бы настаивала на том, чтобы мы наконец все с вами уже это поняли. Подарки детям на Новый год в детские дома это безответственная благотворительность. Единственное, что нужно ребенку в детском доме, это мама. Если у нас с вами, у меня лично, кишка тонка стать приемной матерью, то знаете, есть замечательный фонд «Большие братья и большие сестры», который занимается тем, что ищет семейные пары, которые хотя бы на выходные будут брать детей в семьи и будут приучать их к социуму. Будут им рассказывать, что такое Сбербанк, как работает каста, что такое банковская карта, как отличить хорошие продукты в магазине от плохих. Сходят с ними в кино и в музей, расскажут им, что такое вообще большой город и ориентировка в метро. Вот это будет ответственность. И поверьте, этот фонд ждет организации, которые готовы были бы в качестве волонтеров приводить туда своих сотрудников массово. Так вот это не должно быть черной дырой. Дальше мы стали думать, окей, умирающих людей очень много, хосписов очень мало. И они, мягко говоря, не очень хорошие. Они... Там работают люди за маленькую зарплату, там недостаточное количество обезболивающих средств, но все-таки хоспис разово, единовременно может помочь сразу, ну, средний хоспис, 300 пациентов. А мы, инициативная группа, сразу 300, но никак не можем. Мы стали помогать хосписам, выискивать тех, которые лучше других откликаются на необходимость учиться, которые прозрачны, которые готовы куда-то двигаться, которые не слепы, как персонал, которых еще не окончательно выгорел от этой очень непростой работы. Каждый день находиться рядом с умирающими людьми. Но дальше стало очевидно, что и это недостаточная ответственность для нашего фонда и вообще для работы в этой сфере. Персонал нужно учить. Понятие достойной смерти существовало испокон веков. Можно посмотреть литературу. Не было тогда ни пальперсов, ни правильных кроватей, ни подъемников, приделанных к потолку. А понимание того, что такое достойно уйти из жизни, рядом с любимым человеком, без боли, без грязи, унижения, это было всегда. Значит, здесь вопрос не в деньгах, здесь вопрос в культуре, в том, насколько образован наш сегодняшний медик, в том, насколько он понимает, что такое этика общения с пациентом. А для того, чтобы пришедшие из медучились девочки, научились обращаться к пациенту по имени-отчеству, научились бы стучаться в палату, для того, чтобы главные врачи хосписов открыли свои двери и круглосуточно допускали бы родственников в палаты. Для этого нужно учиться, начинать, в общем, не с медучилища. Для этого нужны корпоративно-социально ответственные бизнесы, которые будут воспитывать свой персонал и воспитывать общество. Если у человека дома так не происходит, то он и на работе с пациентом тоже этично общаться не научится. В общем, после этого получилась у нас программа образования, а дальше мы поняли, что нужно вносить изменения в законодательство, и в том числе силами нашего фонда, для меня это большое счастье, два года назад в законе об охране здоровья граждан появилось понятие паллиативной помощи, она зафиксирована в законе, и будет введена такая специальность, и будет введено обучение, это уже маховит, который не остановить. А дальше просто рост фонда, это наши сборы с 2010 по 2014 год, а это траты только в этом году, и вот это про социально ответственные бизнесы очень показательно. Первый московский хоспис, мы в год на него тратим 35 миллионов рублей, деньги на него ищем легко, организации, которые готовы ему помочь, легко. Знаете почему? Ну в центре Москвы приехал, показал, здорово. Это как помочь детскому дому в центре Москвы или в Питере. А попробуйте в городе Петровск детскому дому помочь, что даже ехать 4 часа на машине по пробкам, это минимум, уже не очень хочется помогать, далековато ехать. Поэтому помощь региональным хосписам, у нас 30 хосписов в регионах, которым мы помогаем, и это всего 30 миллионов рублей в год, а мы больше не можем собрать денег, хоспис в Липецке. Липецкий металлургический комбинат, правильно называю его, да? Новолипецкий. Детям помогают в детских домах, подарки покупают на Новый год, Липецкому хоспису не помогают. Самара, не бедный город, не бедный. Годовой бюджет Самарского хосписа, который состоит из государственных денег, это 4 миллиона рублей в год. В год. Бюджет первого московского хосписа государственный, 110 миллионов рублей. Это город Самара. Ну, про некоторые другие города не буду говорить, какой там бюджет и что происходит в этих хосписах, и то чувство неловкости, которое я все время испытываю, глядя на наши же собственные плакаты на улицах Москвы, если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему нельзя помочь. Если говорить вот от сердца, то это правда от силы про 5-6 хосписов в стране. А остальные хосписы, ну, не могут помочь. Ну, нет у них ни рук, ни персонала, ни средств, ничего у них нет. На образование 15 миллионов рублей трудно найти эти деньги, хотя, надо сказать, что именно эти деньги приходят из социально ответственных компаний, которые ответственно подходят к благотворительности. Вот это, пожалуй, деньги оттуда. И детская программа, адресная помощь. Детского хосписа нет, мы его построим в ближайшее время, нам выделило правительство земли в центре Москвы. Такую показательную цифру вам скажу. Страна Польша не очень большая, в ней 139 хосписов всего, простите, 139 хосписов взрослых и 27 детских. Это Польша. В России детских хосписов нет. Это не потому, что там в Польше плохо лечат, и дети умирают. Это везде происходит, да, жизнь такая, какая бы медицина ни была, умирают и дети, и взрослые будут умирать. На сегодняшний день мы не имеем детского хосписа, но мы имеем уже огромную детскую выездную службу и собираем на помощь детям, собираем в основном, как вам не покажется странным, через Фейсбук. А почему деньги собираются вот в таком количестве? То, что это трогательные истории, потому что этим можно привлечь внимание, это грустно. Я была бы счастлива, если бы какой-нибудь большой холдинг сказал, что он готов быть социально ответственным, что умирать ребенок может в любой семье, и смертельно заболеть может в любой момент, и что вот мы будем социально ответственными, мы не будем бить ниже пояса регулярно, мы просто будем закрывать вот вашу программу хотя бы выездной службы, потому что это стыдно, что в России нет ни одного детского хосписа. Раз я про детский хоспис сказала, я хотела бы вам представить человека, который взял на себя смелость возглавить этот детский хоспис. Пришел к нам недавно в фонд «Вера», и он будет директором этого детского хосписа, и сегодня и выездная служба на нем, и фонд-райзинг на нем. Максим Ползиков сидит сзади. Если ваша социальная ответственность позволит вам к нему подойти и помочь нам как-то справиться с этими расходами, я буду очень признательна. В общем, на вот это собирать, знаете ли, несложно оказалось на умирающих детей. Вот здесь тоже важная такая цифра. Это тоже приближает меня к теме больше. Здесь процентное соотношение за 13-й год пожертвования от физических, от юридических лиц, но это мероприятия, коммерческие проекты фонда. И вот когда мы проанализировали пожертвования от юридических лиц, я страшно расстроилась. Я поняла, что у нас есть всего один партнер, юридическое лицо. Это компания Русгидро, которая вообще приняла это решение независимо от решения своего лидера. Я даже, честно говоря, не знаю, как там зовут руководителя компании. А все остальные юридические лица – это личная инициатива владельца компании. Это наша договоренность с тем или иным человеком, который, когда говорит, что да, пожертвование будет сделано, в результате пожертвования происходят от компании, а не от него лично. Даже если это регулярные пожертвования, даже если это несколько компаний, это все равно решение одного человека, который не оспаривается, который не обсуждается и который не вызывает ни радости, ни понимания ни у совета директоров, ни у управления, ни у сотрудников компании в целом. Ну, может, они бы хотели игрушки в детский дом возить. Ну, им же надо объяснять тогда, почему вот хоспису, почему на это идут деньги. Вряд ли это происходит. Поймите меня правильно. Мне абсолютно все равно, откуда приходят деньги. Абсолютно все равно. Мне абсолютно все равно, от какой компании. От сигарет, от алкоголя, от кока-колы, от которой у меня зависимость, и я ее обожаю и с ней живу. Мне это не важно. Потому что я прекрасно понимаю, что социальная ответственность – это про общество, а не про бизнес. И если это решение лидера компании, то это мне тоже все равно, но просто это не так перспективно. Сегодня был проведен анализ рынка благотворительности несколькими бизнесменами, и они посчитали, какое количество денег благотворительность может привлечь, используя, ну и так уже видную динамику, прирост пожертвований от физических лиц, маленький, огромный. То есть самый большой потенциал, самые непривлеченные нами деньги – это деньги физических лиц, а не компаний. Но, тем не менее, вот предыдущий слайд, где я вам показывала цифры, дети и региональные хосписы, да, вот в этом социальная ответственность. Давайте понимать, давайте все понимать, что детский дом, детский хоспис, ребенок, бездомная собака – это то, на что мы с вами, граждане, прохожие, у которых нет времени на анализ, мы на это легко отреагируем, мы дадим на это деньги. А обучение, а хоспис в Липецке, в Таганроге, в Волгограде – это должна быть социальная ответственность компании. Строительство школ, строительство или там ремонт детского дома, а не подарки – это социальная ответственность компаний. Остальное люди пускай делают, волонтеры. Когда я думала про то, из чего должна состоять социально ответственная корпоративная благотворительность, я поняла, что это алгоритмы. Вот если этот алгоритм выполнится, тогда она будет, эта ответственность, не выполнится, ответственности не будет. Если принимается решение, ну идеальную картину давайте возьмем, вот идеальную, компания хочет в сфере благотворительности быть социально ответственной. Она должна выбрать сегмент благотворительного рынка. Рынок большой, сегментов много, это может лежать в сфере интересов, безусловно, лидера компании, но даже в сфере его интересов, условно говоря, там, не знаю, защита животных, защита окружающей среды, помощь талантливым детям, помощь больным людям, там все равно нужно провести анализ рынка. Надо понять, что происходит, что закрыто, что не закрыто, как работает законодательство в той или иной сфере, какие перспективы, когда это началось, изучить западный опыт. Это не может сделать ни один нормальный руководитель компании. Значит, это должен быть отдельный человек. Сегодня в крупных компаниях благотворительность это такой придаток, его кидают или в маркетинг, или в пиар, и люди там, в этом направлении, должны этим заниматься. Ребята, это не для них. Пиар и маркетинг в любой коммерческой компании это подразделения, нацеленные на получение прибыли компании. Прибыль, корпоративная, социальная ответственность, это не разное. Это должен быть отдельный человек и отдельный департамент. Не обязательно департамент или департамент из одного отдельного человека. Тогда он анализирует рынок, тогда у него есть погружение в проблему, тогда он может выбрать несколько НКО и предоставить там условному управлению возможность выбора из нескольких кого-то одного. Тогда будет осуществляться контроль за расходованием средств, тогда будет очевидная совершенно открытость и прозрачность. Ведь, знаете, одна из причин, по которой мы все так, не мы все, но очень многие так любят говорить о том, что я помогаю анонимно. Это ведь не только потому, что я не хочу, ну, я вот скромный, я не хочу, это же не только поэтому. Это ведь еще и потому, что совершенно непонятно, а почему ты помогаешь здесь, а почему столько денег, а как их потратили. это вот нежелание многих доноров копаться в том, что потом произошло с деньгами. Ну, я дал деньги, все, я свою корпоративную, персональную ответственность закрыл. Без этого развиваться не будет ни бизнес, ни ответственность социальная, ни НКО. Открытость очень важна, и открытость должна быть такая, знаете, готовая к критике, я бы так сказала. И, конечно, должны проводиться совместные акции всегда, потому что вот я вначале сказала, что корпоративная социальная ответственность это про собственное. Увлекать сотрудников очень важно, потому что именно они делают любой бизнес успешным. И если бизнес будет социально ответственно относиться к своему персоналу, и в том числе грамотно развивать волонтерство в своей компании, в качестве очень короткого примера, звонок, здравствуйте, такая-то компания, мы хотим приехать в хоспис, у нас 60 сотрудников, мы хотим в субботник, социальное волонтерство корпоративное. Отлично, говорю, приезжайте. Они говорят, у нас тема экология. Я говорю, ну, хоспис. Они говорят, ну, мы можем что-нибудь сажать. Я говорю, да, но у нас сажать не надо. Ну, мы узнали про ваш фонд на улице, у нас 60 человек, мы в автобусе приедем, в субботу нам... Потому что это занимается не вот этот ответственный координатор, а потому что, ну, да, ребята, это каждый день происходит, это не редкость. Каждый день 30 человек, 60 человек, у них тема экология, у этих подарки. А мы хотим приехать и с вашими детьми позаниматься. Я говорю, вы знаете, наши дети умирающие, с ними нельзя позаниматься, потому что это безответственность корпоративная. Вот, это намеренный вот такой вот слайд. Что за это получает компания? Если компания за это что-то получает, то это не корпоративная социальная ответственность. Получает что-то должно общество. Да, это последний слайд. Можете на него посмотреть. Это то, как мы понимаем социальную ответственность и рост социальной ответственности начинаем с детей. Дети в школах 1 сентября в этом году слушали лекции о больных детях и вместо цветов на 1 сентября жертвовали вместе со своими учителями деньги. Спасибо большое. Буду рада вопросам. Если у кого-то есть вопросы, Татьяна, Вы первая, пожалуйста. Нет, пока Татьяна почти не скажет. Татьяна, пожалуйста. Спасибо большое за ручку. Время эмоционально всегда тяжело, когда, да, вот эти дни, там, мертвые общения, когда посписы всегда очень тяжело. Но, знаете, я уже говорила, что позавчера была конференция, я это рассматриваю как продолжение. Многие темы вот тянутся продолжаются. И вот, очень уважаю фонд, но вот наступили минуты на, где-то считал, как ввести должны, компании должны. Мы не забываем про то, что корпоративно-социальная ответственность это не добровольное дело. И вот на дискуссии, которая была со СМИ, они говорили, да не занимайтесь этим, зачем вообще? Потому что нужна ваша социальная ответственность, зачем вообще она нужна обществу? И вот так получается, что там была как бы стенка на стенку, бизнес и СМИ, да? Ну и не надо, не будем о вас писать, зачем вот эти рекламы, и так далее. Здесь, в том день, в корпоративной организации тоже, вы должны вам вот в этом, если вы должны получать, это не КС, мне кажется, это неправильно. Вообще, у нас должно быть взаимодействие, должен быть взаимоподобный процесс. Мы должны друг друга обольщать, что ли, мы должны нравиться, мы должны быть полезны друг к другу. КСу, я считаю, что компания не будет успешно в своем КСе без фондов, без некоммерческих организаций, без СМИ, без там, ну, без своих основных деятельностей, мы все-таки, мы должны быть взаимодействием, в том числе сотрудников. И это взаимодействие должно быть очень тонким и, там, постоянным, и привлекательным. И вот все-таки слово «должны», оно не совсем то. И все-таки не должны получать, хотя я тоже говорю, что слово «должны», но вот все-таки это компания. Я думаю, что одно другому не противоречит. Я настаиваю на слове «должны», но быть привлекательными друг для друга мы тоже должны. И на самом деле все компании, все компании, ну, я не знаю, какая компания сейчас не занимается благотворительностью, так или иначе, занимаются все, потому что они понимают, что они должны, и это нормально. И общество должно, и люди должны, и слово «должны» здесь верное. Другое дело, как это подавать, и когда я говорю про корпоративную социальную ответственность, и компания заявляет, что она у нее есть, ну, давайте поанализируем, какая она, в чем она состоит, эта ответственность. И я вас уверяю, что если какие-то компании еще благотворительностью не занимаются, они очень скоро к этому придут, даже самые фронтные, потому что все понимают, что должны. Ну, мы, слава Богу, все-таки относительно нормальное общество. Должны и делаем. Катерина, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok, субтитры создавал DimaTorzok,